Накануне Международного дня студента Украина может похвастаться тем, что по количеству учащейся молодежи входит в первую десятку стран мира. Три четверти выпускников школ становятся студентами. Инициативы президента Януковича и политика партии регионов привели к тому, что всего за три года украинские вузы стали ведущими в мировых рейтингах. Впервые в рейтинг вошли Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киевский политехнический институт, Донецкий национальный университет и Харьковский политехнический институт. Тем временем глава государства ставит перед правительством задачу трудоустройства и увеличения госзаказа на выпускников. В Большом колонном зале столичного муниципалитета была организована биржа труда для студентов. На ней оказалась Ольга, полгода назад получившая диплом магистра. Я хочу развиваться в сфере корпоративной и социальной ответственности, поэтому в принципе пришла сюда. Партия регионов возвращает госзаказ. Впервые правительство консультировалось о нем с работодателями. Через 10-20 лет это правительство Украины, это директора предприятий государственных и частных. Внедряются и инновации. Школы и вузы переходят на удаленное обучение. Держава взяла курс на онлайн-освит в Украине, потому что это новый тренд в свете, когда не обязательно сидеть в аудиториях в университете, а можно дома выучить, а потом просто доводить то, что ты знаешь. Паспорт профессий для студентов внедряется в 14 пилотных регионах. Для восьми специальностей разработаны стандарты. Они зафиксированы в паспорте. Цель – подготовка тех, кто верит в госслужбу. Меня интересует личностное развитие. Если госслужба предложит мне какие-то проекты, в частности социальные, где я смогу помогать людям видеть результат своей работы, то да, почему нет? И ещё, согласно закону о занятости населения, принятого по инициативе партии регионов, стажировка студентов записывается в трудовую книжку.